В имя Отца и Сына и Святого Духа Параллельно и апостольское чтение говорит, например, на том же, преподобническое, говорит в послании Галатам апостол Павел, что «Братья, если впадет в человек некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такого духом кротости и наблюдайте за собою, чтобы и вы не были искушены». Обычно подмечено народом и духовными людьми, да и людьми житейской мудрости мущими, что за что кого осудишь, в том и побудешь. Вот об этом Павел говорит, что «исправляйте падшего духом кротости, наблюдайте за собою, блюда и себе, да не и ты искушен будешь». Осудишь толстого – растолстеешь, осудишь блудящего – в блуд впадешь, осудишь пьяного – сопьешься, осудишь кого-то еще. Не сразу, между посевом и жатвой проходит некоторое время, и поэтому люди не замечают причину следственных связей между грехами и наказанием, последствием греха. Мы, допустим, согрешил сегодня, а получил по шапке через три года и забыл за что. Но если это все сократить, изжать и проанализировать, то ты поймешь, что твои греховные падения связаны с очень многими твоими прежними духовными ошибками. Поэтому вот сегодня мы в очередной раз говорим об этом, говорим об этом, что осуждение – это одна из причин наших греховных преткновений, и мы согрешаем для того, чтобы тыкаемся носом в то, в чем дерзали раньше или сейчас дерзаем осуждать людей, падающих и притыкающихся. Осуждать мы, бывает, осуждаем мы по-разному и разное. То, что апостол Павел говорит в послании к Галатам, это касается общежития, когда люди живут вместе, работают вместе или молятся вместе, и между ними кто-то совершил грех, кто-то из наших братьев и сестер, знакомых, друзей, сотрудников и так далее совершает грех. Павел говорит, исправляйте такого духом кротости, наблюдая за собой, чтобы и ты не сотворил чего-нибудь такого. Потому что каждый человек может совершить любым грехом. Духовный разум заставляет нас помнить о том, что каждый из нас может совершить любым грехом. Любым грехом. То есть даже если человек уже старенький, а все равно может какой-нибудь такой молодежный грех догнать. Может. Если человек будет, так сказать, самоуверенный и легкомысленный за недостатком времени, я не привожу примеры, а примеров много. Очень много примеров жизнь предоставляет нам. Когда люди, убеленные сединой, люди, стоящие одной ногой в могиле, совершают грехи, за которые юноша горит стыдом и не знает под землю, куда провалиться. Это тоже бывает. Поэтому любым грехом может загрешить любой человек. Знание об этом удерживает человека от высокомерия. Знание об этом удерживает человека от того, чтобы, так сказать, тыкать пальчиком в чужие беззаконии и прочее. Поэтому первое, что когда мы в быту, вот ты знаешь чей-то грех, великое дело закрыть глаза на чужие грехи. Когда собирался Первый Вселенский Собор, царю Константину, который был председатель собора, многие епископы и священники понесли всякие депеши, такие бумаги, в которых было написано, такой-то живет с такой-то, а такой-то совершает такое-то, а такой-то виноват в этом. Он попросил не носить ему этого всего. Он это все рвал, не читая, и говорил, если я увижу согрешающего человека, если я увижу епископа или священника, лежащего с женщиной, я покрою его плащом своим и отвернусь в другую сторону. Как поступило, если помните, поступили два брата, Син и Афет, по отношению к пьяному, обнажившемуся, раскинувшемуся отцу. Ноль напился этого вина сладкого и сморила его, и он лежал в шатре безобразно, раскинувшись некрасиво. И хам увидал, так сказать, зрелище и повел себя совершенно неподобающим образом, позвал других. И это вот яркий пример такого насмешки, осуждения над чужим позором. Совершенно по-другому поступили двое других сыновей, Син и Афет, которые пошли спиной к отцу, покрыли плечи и одежды, и, подойдя к нему сзади, сбросили с плеч одежды и покрыли наготу отца своего. Человек, который видит чужой грех, тычет в него пальцем, хохочет, считает, что он в этом не виноват, и всех ждет посмотреть, ну-ка гляньте-ка, гляньте-ка на это. Вот этот человек, который, собственно, точь-в-точь копирует хамское поведение, в духовном смысле это хамство. Хамство это не когда человек наступил тебе на ногу или не поздоровался при встрече. Хамство это смех над чужими грехами, разгласка чужих слабостей, оглашение чужих немощей и так далее. Мало ли у нас с вами, значит, в наших пыльных внутренностях таких событий и фактов нашей биографии, о которых мы трепещем и боимся, чтобы никто о них не узнал. Да полным-полно. Да если вскрыть наше подноготное досье на каждого, то досье, которое пишут ангелы, раскрыть перед глазами всей вселенной, да мы умрем со стыда и страха в ту же секунду. Поэтому человеку нужно помнить о том, что он немощен, что он несовершен, что он слаб, что он чаще всего замечает в окружающих те самые грехи, которых виноват, от которых недугует сам. Если человек сребролюбец, то поверьте мне, ему кажется, что весь мир ворует. Если человек развратен, он уверен, что весь мир развратен, что все блудят и что все утопает в похоти. Если человек горд и хочет власти, ему кажется, что все борются за власть, все подсиживают его, все вокруг него мечтают на его кресло залезть, и весь мир представляет собой для него арену борьбы за власть. Каждый видит мир через стеклышко, такое, значит, цветное стеклышко своих страстей и грехов. То есть у каждого в глазу свои линзы стоят, и сквозь эти линзы ты смотришь на них. Вот кто-то любит машины, и он замечает каждую новую марку, а кому-то машины до лампочки он не замечает. Хоть бы телеги ездили по улице, он бы не обратил внимания. У него нет этого в сердце, у него и глаз не реагирует на это. А кто-то реагирует на то, что у тебя в середине, то ты снаружи, так сказать, и замечаешь, на это реагируешь, на это раздражаешься, и таким образом себя ведешь. Поэтому осуждение, неосуждение, это, конечно, вопрос чрезвычайной важности, потому что он показывает, что в человеке живет, чем наполнен человек. И Христос в очередной раз напоминает об этом, потом говорит нам о бревне и глазе. То есть намеренно сдвигает две несопоставимые вещи, бревна и глаза. Глаз – это очень тонкий орган, это одно из доказательств бытия Божьего. Глаз – это одно из доказательств того, что человек не сотворен, не произошел в результате эволюции, а что он сотворен великим художником. Почитайте любого учебника анатомии популярного и посмотрите, какой он глазик сложный. Самые упертые атеисты, рассматривая человеческий или животный глаз, убеждались в том, что эволюция в отношении глаза невозможна. Это творение, это искусное творение. И Евангелие про глаз говорит несколько раз. Он говорит, что светильник телу есть око, если око твое темно, то все тело твое темно будет, если око твое светло, все тело твое светло будет. И сегодня говорит про глаз, говорит, что что ты смотришь на соринку в глазу ближнего твоего, бревна в своем глазу не чуешь. Бревно и глаз – несопоставимые вещи. Значит, это говорит о том, что человек, осуждающий другого, замечающий соринки в чужих глазах, это человек крайне бесчувственный к своим слабости. То есть у него целое бревно в глазу, то есть как бы невозможная степень греха связана с ним. То есть что-то такое большое и невыносимое, несопоставимое с глазом есть у него на совести. Однако он этого не чувствует. И он считает себя вправе смотреть туда, куда его не просят. Тут еще имейте в виду, что осуждение, вот мы сказали, что есть осуждение, например, когда, например, там мать клюет кого-то из своих детей, потому что считает, что ребенок живет неправильно. Правильно или неправильно, мы сейчас не будем осуждать. Есть дети взрослые, есть дети маленькие, есть дети уже замужние и женатые, есть дети одинокие, есть мамы странные, есть дети странные. Тут с этим мясом не разберешься пока что, поэтому мы это просто в сторону от этого ведем. Но здесь есть место нормальной реакции, потому что мама может реагировать на жизнь своих детей. А есть такое осуждение, когда ты осуждаешь тех, о ком тебя вообще не просят. Вот сидит у окна человек и смотрит, говорит, о, какой смешной пошел, о, какой дурачок пошел, о, какая странная пара пошла. Есть такое осуждение, когда люди просто смотрят на мир и просто ищут себе жертву для осуждения, хотя их об этом никто не спрашивает и не касается это их никак. Вот начальник может ругать подчиненного? Это будет осуждением или нет? Может и должен. Начальник может взыскивать с нерадивого подчиненного и поступать по правде законной для того, чтобы коллектив не рассыпался и общие задачи коллектив выполнял. Он обязан это делать. Другое дело, что он должен действовать не по страсти, не по пристрастию, не цепляться ни к кому, не так, чтобы одного третировал, а другого любимчиком себе избрал. Там тоже новая тема, но очень сложно быть христианином-начальником. Христианином-подчиненным быть легко. Нужно просто смириться и хорошо делать свою работу. А христианином-начальником быть чрезвычайно сложно, потому что нужно отвечать над еще большими начальниками и снимать стружку с поставленных ниже. А никому из христиан этого не хочется. Не хочется снимать стружку с подчиненных, хочется защищать их, жалеть их, помогать их, если действительно христианин. А тебе приходится этого выругать, этого на место поставить, этого отодвинуть, этого приблизить. Это тяжелый труд. Поэтому здесь уже речь не об осуждении. Вот сюда уже заповедь об осуждении лепить не стоит. Потому что, если, например, вы подумаете, что я в цеху, допустим, опоздал или станок сломал, пришел бригадир или начальник цеха и отругал меня, он нарушил заповедь осуждения. Нет, он ничего не нарушил. Он исполнил правду Божию, он снял с тебя зарплату или выгнал тебя с работы, потому что ты нанес вред всему коллективу. Здесь заповедь о неосуждении не работает. Ее не нужно сюда лепить. Нужно научиться, знаете, пластырь, допустим, какой-нибудь там лечебный, нужно класть на рану, а не мимо рана. Поэтому заповедь нужно прикладывать к больному месту. Заповедь о неосуждении имеет точечное, конкретное применение в личностных отношениях между людьми. То есть нельзя осуждать тех, кого ты вообще не знаешь. Потому что наша сегодняшняя пресса, например, или телевизионные новости, или все эти пересуды, они построены на том, что нам рассказывают про чужие грехи. Нам рассказывают о ком-то, чтобы мы над ним посмеялись. Нам рассказывают о ком-то, чтобы мы его осудили. Нам рассказывают о ком-то, чтобы мы назвали его сребролюбцем, гордецом, сошедшим с ума, разгладником или еще чего-нибудь. Вот эта атмосфера осуждения, например, полна, например, современная пресса, в особенности желтая. Вот это уже действительно осуждение, когда ты лезешь туда, куда тебя не просят. При этом сам ты можешь болеть тем же самым. Собственно, тебе интересно это все именно потому, что ты этим же самым и болен. Бревно в глазу, а сучок, находящийся, значит, на мир. Потом Христос дает нам методологический нам даже совет. Хочешь помочь человеку избавиться от его страсти? Вот ты видишь, например, человека, скажем, пьющего. И хочешь, чтобы он бросил пить. Или ты видишь, например, человека, ну, например, унывающего. Девушка хочет замуж выйти, например, и никак не удается ей. Это беда тотальная. Это беда цивилизации целой. Значит, нет такой искры, нет такого дня, чтобы тебе не пришлось пожалеть какую-нибудь бедную душу, которая измаялась от одиночества и хочет найти себе пару и не может ее найти. И это тоже еще одна отдельная тема, о которой надо говорить долго и пристально и глубоко копать. Ну, так вот, я к чему, значит, сбился с теми девушками. Да, если хочешь помочь, спасибо. Если хочешь помочь человеку, то говорит Господь лицемер, вынь сначала бревно из твоего глаза, а потом узнаешь, как, увидишь, как помочь человеку вытащить царинку из его глаза. То есть для того, чтобы я помог тебе, я должен сначала вытащить бревно из собственного глаза. Если ты хочешь помочь кому-то, ты должен вытащить свое бревно из собственного глаза, когда посмотришь на его царинку и сможешь пинцетиком аккуратно ее вытащить. Значит, отношение моего греха и твоего греха всегда это отношение бревна и царинки. Всегда по Евангелию мой грех это бревно, а твой грех это царинка. А если в обратную сторону, то ты тоже должен так думать. Твой грех, когда ты думаешь про меня, твой грех бревно, а мой царинка. Знаете, как в бинокле есть увеличивающие стекла и уменьшающие. Вот когда я смотрю на тебя, на твои добрые дела, я беру увеличительное стекло, твои добрые дела мне кажутся большими. На свои добрые дела переворачиваю бинокль, мои добрые дела мне видятся маленькие. Это правильный взгляд. На грехи наоборот. Когда я свои грехи рассматриваю, я беру бинокль, нормально смотрю, ух ты, там действительно бревна. На твои грехи смотрю, переворачиваю, а там, там песчинка. Вынимаю свои бревна, начинаю помогать другому. Помочь другому спастись, помочь другому исправиться, может только тот человек, который со своими бревнами начинает разбираться. Как говорил преподобный Амросий Оптинский, учить других это камни с колокольни бросать. Учиться самому это камни на колокольню таскать. Вот кто камни на колокольню затащил, научился сам, тот может других учить и уже легким трудом заниматься. Камни с колокольней бросать. Поэтому в очередной раз мы Евангелие это простое читаем и слышим опять небесную истину. Нельзя судить людей. Ты ничего не знаешь про этого человека. Ты можешь видеть грех, но не видеть покаяние. Ты можешь вообще запутаться, потому что, вы знаете, что святость ведь на святость не похожа. Настоящий смиренный никогда не скажешь, что он смиренный. И настоящая святость так хранится и утаивается, что ее легко перепутать. Тяжело произнести справедливый суд над человеческой нравственностью. Тяжело, кстати, осудить человека. А если еще вспомнишь, что сам можешь впасть в то же, то, конечно же, положишь руку на уста и промолчишь, и будешь похожий на умного. Правильно сказано, что не осуждение без труда спасения. Я еще раз повторяю, что это касается вот наших отношений. Вот вашего ко мне, моего к вам, его ко мне и моего к нему. Там, где уже семья начинается, там другая песня. У мамы с сыном, с дочкой, с мужем, там у мужа с племянником, с внучкой, с папой совершенно другие отношения. Там уже другая степень требовательности. Там другие претензии друг к другу. Там другая степень единения. Понимаете? Поэтому здесь мы говорим именно об отношениях, так сказать, скажем, чужого к чужому. Вот здесь не нужно лезть в чужую душу и заниматься выниманием собственных бревен. И тогда мы со временем сможем из этого тонкого органа, из этого нежного глазика, который слезится от маленькой песчинки, вынимать ближним вот эти вот наши сучки. Это касается всякого человека. Я думаю, конечно, в первую очередь духовенска, потому что вот вы приходите на Истович, мы должны вынимать ваши сучки. Значит, мы должны, в принципе, разобраться своими бревнами. Если священник сын бы свое бревно вынул, он поможет ближнему вытащить ему соринку из глаза. Если я свои бревна не повынимал, а мало таких есть, которые бревна повынимали, то он не сможет помочь человеку кающемуся и там осторожненько, так сказать, повынимать то, что ему жить мешает. Это очень требовательная вещь. Те, которые пытаются, повторяю, помогать другим, но не помогают себе, Евангелие называют лицемерами. При лицемере вынь сначала бревно из очесе твоего, и тогда узришь и изъяти сучец из очесе брата твоего. Потом последнее, что мы сегодня читали, это три повелительных глагола. Три глагола в повелительном наклонении. Просите и дастся вам, ищите и обрящите, то есть найдете, и толците, то есть стучите, и отверзится вам. Всяк бы просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Значит, в этих трех повелительных глаголах Христос заповедует нам деятельный образ жизни. То есть иногда хочется просто посидеть и подождать, когда на меня прольется небесный дождь, какая-то, значит, манна выпадет, или когда подарит мне Господь, вот что-нибудь такое хорошее, чего я очень давно жду. Потому что я сижу и жду. Такое вот. Вот как, у нас же мы все дети немножко, у нас же детское сознание. У нас уже голова седает у многих, но все равно в душе каждый из нас ребенок. Хочет, чтобы его пожалели, и когда ему страшно, она мамочка кричит. Почему так Божью Матерь любим? Потому что она мама наша, всеобщая во Христе. Мы бежим к ней под ее покров, под ее крылья, под ее ручки. И мы, в принципе, все дети. Вот эти вот дети все, они все в сказку верят, они чудо ждут, и они сидят, как бы ждут, когда прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. Вот это мы ходим и ждем, когда же этот волшебник прилетит, и все будет хорошо. А Евангелие нам сегодня говорит, чтобы мы с вами на месте не сидели. Просить, искать и стучать необходимо. Вот чего ты хочешь? Дай себе четкий ответ. Ты чего хочешь? Что ты хочешь от жизни? Вернемся к этому же печальному замужеству. Одна женщина незамужняя, о которой мы долго-долго молились в другом городе, сказала мне однажды, вы знаете, вы поменьше жалеете незамужних женщин, потому что они недаром незамужние. Каждый из них по-своему виноват в своем одиночестве. Есть у них что-то такое за ними и в них, что мешает им стать счастливыми. Есть такое. Я после этого стал присматриваться и прислушиваться, и думаю, что в этих словах есть правда. Вот хочешь, чего ты хочешь? Вот чего ты хочешь? Ты даешь себе полный отчет от того, чего ты просишь? Если даешь, проси. Проси и получишь. Проси и дастся тебе. Понятно, что одинокому человеку тоскливо в жизни быть. Господь не хочет. Нехорошо быть человеку одному. Одни из первых слов Господа Бога в раю. Сотворим ему помощника по нему. Но человек, который хочет, например, выйти замуж или жениться, он думает, что сейчас женюсь, выйду замуж. И наступит абсолютная эпоха счастья у меня. А ведь это не так. Ведь ты женишься или выйдешь замуж, и начнется труд, 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 труд. Терпение, любовь. Терпение, любовь. А там еще будут невестки, и тещи, и свекрови, и зетей. И там будет столько всякого такого. И квартиры, и деньги. Потом захочешь детей, а Бог тебе сразу не даст. И опять начнешь. Значит, такой, а Бог детей не дает. А зачем я вышла замуж, детей все нет. И так далее. Это же нужно понимать, сколько там всего. Но хочешь, проси, получишь. Христос сказал, не я говорю, просите, и дастся вам. Только потом не говорите, забери от меня, Господи. Что когда человек просит, говорит, ну на. Ой, слушай, вот это мне не нравится. Забери, может заберешь? Нет, нет. Нет. Если просишь, получишь, уже потом назад не отдавай. Приема назад здесь не бывает. То есть товар назад не принимается. Проси, получай и пользуйся. Только знай, что просишь. Поэтому хорошенько подумай, что просишь. Потом ищи. Что люди ищут? Ищут то, что потеряли. Потеряли люди, ищут то, что потерял ключи человек. Раньше были комнаты находок, сейчас уже давно их нет. Что говорит о том, что все, что находится, опускается в чужие карманы. Когда были комнаты находок, это значило, что кто потерял кошелек? Да, такое значит. Это же святой человек мог крикнуть такие слова. И сейчас, если в троллейбусе где-нибудь лезет кошелек какой-нибудь, или ключи там, или от машины, или паспорт какой-нибудь. Кто паспорт потерял? Кто кредитную карточку потерял? Это голос святого человека. Люди ищут то, что потеряли. Теперь давайте, вот Господь говорит, ищите и обрящайте. Что мы потеряли? Давайте подумаем, что же мы такое... Ну, конечно, мы потеряли рай. То есть мы выпали из рая, мы хотим на него вернуться. Мы хотим блаженствовать. Мы на земле мучимся. Мучатся все, и сидящие в Мерседесе, и едущие в трамвае. И одетые в шелковый костюм, и одетые в тряпки нестиранные. И тому плохо, и тому плохо. По-разному плохо, но плохо и тому, и тому. Абсолютного счастья на земле нету, и завидовать некому. Если вы кому-то завидуете, это просто говорит о том, что мы еще пока слабоумные. Мы просто не понимаем, как глубока жизнь, как тяжела жизнь, и что завидовать в жизни некому. Об этом даже есть хорошие литературные произведения написанные. Там богач, бедняк, например, там король и нищий. Когда меняются местами, нищий завидовал королю, король завидовал нищему, они поменялись, и поняли, что завидовать-то нечему. И там тяжело, и здесь тяжело, хотя и по-разному. Так вот, что мы потеряли? Рай потеряли, хотим вернуться. И еще что потеряли? Мы себя еще не нашли, дорогие христиане. Мы все в каком-то смысле потеряли себя. И ищем себя, и не можем найти себя. И такое ощущение, что многие из нас живут чужой жизнью. И так часто бывает, что человек думает, я ли это? Как поэт сказал, жизнь моя, или ты приснилась мне? То есть вообще это моя жизнь или не моя? Прожил как будто сбоку на себя глядя, как бы и не чувствовал, что это я живу. Бывает такое? Бывает. У кого? У единиц? Нет. У очень многих людей. У очень многих людей. Под конец такое, значит, что эта жизнь потихонечку к концу движется, он оборачивает, человек не понимает, да это вообще я был или не я. Да я вообще не для этого родился. Я хотел самолеты в воздух запускать, а всю жизнь по столу прилавка и картошкой торговал. Или я хотел, значит, не знаю, быть писателем, а я всю жизнь был бухгалтером. Я хотел иметь семь детей, но имел только одного, и тот вырос непутевым. Ну, не моя жизнь как будто бы. Мы потеряли себя серьезным образом. И мы были бы талантливы, эффективны, успешны, полезны для окружающих. Мы были бы маленьким солнышком, каждый из нас, если бы каждый из нас нашел себя и занимался тем, чем должен заниматься. Поэтому человеку нужно искать себя. Блаженной памяти митрополита Антония, Христос да упокоит его душу, тот, который сурожский. Говорил, чтобы человек время от времени спрашивал, Господи, кто я? Он искренне спрашивал, кто я такой? Говорит, поверьте, что Бог этот вопрос не оставит без ответа. Со временем вы услышите ответ на этот вопрос. Господь покажет вам, кто ты. Кем ты должен быть и какой ты должен быть. Он сказал, что надо спрашивать Бога, Господи, кто ты? А потом, помолчав, подумал, говорит, а кто я? Кто я и кто ты? Для того, чтобы молиться, нужно, чтобы я молился тебе. Чтобы не маска моя молилась в маске твоей, а чтобы настоящее я молился настоящему тебе. А для этого нужно маски поснимать. Из Бога, из себя. Говорит, Господи, кто я? Господи, кто ты? Ищите и обрящите. Найдете себя. Вот повторяю, и человек профессию, например, ну, об этом Григорий Сковорода говорил. Говорит, не нужно сливку учить рождать грушки. Это бесполезно. Пусть сливка рождает сливки. Пусть яблочко рождает яблочко. Если человек родился быть хорошим инженером, не делайте его юристом. Мир потеряет хорошего инженера и приобретет плохого юриста. Если человек родился хорошим выскрипачом, не делайте из него инженера-строителя. Мир потеряет скрипача и приобретет ненужного инженера-строителя. И вот весь фокус в том, как бы найти себя. Это задача мамы, это задача папы. Пока оно еще малое, нужно пробовать его и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Где он себя найдет? Нужно дать ребенку раскрыться. Нужно рискнуть и попробовать ее в разных-разных делах. И сам человек должен попробовать себя в разных занятиях, чтобы он нашел себя, чтобы он был полезен, чтобы он знал, чем он должен заниматься. И чтобы то дело, которое он делает, он делал лучше всех. Я вам говорил когда-то, что если ты православный пекарь, будь самый лучший пекарь на земле. Если ты православный закройщик верхней одежды, будь самый лучший закройщик верхней одежды на земле. С пальмовой золотой ветвью. Если ты православный летчик, пилот гражданских суден, например, или православный сочнитель детских сказок, будь любезен, делай свое дело лучше всех. Мне стыдно слышать, когда говорят, я нанимаю себе бригаду рабочих, которые будут делать ремонт, работящие, ответственные, не украдут и не выпьют, баптисты. Беру себе баптистскую бригаду, потому что пить не будут, материал не украдут, за работу сделают срок, значит и денег возьмут честно и не обманут. Я себе думаю, почему про православных не говорят. Давайте постараемся сделать так, чтобы, беру православную бригаду, не пьют, работу сделают, вовремя материал не украдут и будет все глянце, как Бог благословил. Надо стремиться к тому, чтобы каждый православный человек делал свою работу хорошо. Древние мудрецы сказали, это я к тому, что нужно найти себя. То, что ты делаешь, сделай хорошо, это путь к самонахождению. И просите, ищите, ну иногда толците, мы сокращаем, потому что нельзя долго говорить, толците, это значит ударяйте, ударяйте, вам откроют. Всякому ударяющему, всякому толкующему откроется. Куда стучать? Стучать нужно в двери милосердия Божия. Чем стучать? Стучать в двери молитвой сердца. Каждое ваше прошение, каждый вздох, это вступ в небесные двери. Господи, отверзите, милосердие двери отверзи нам благословенная Богородица. Говорит, чертог твой вижу, спаси украшенный, одежда неимом, да вне дувонь. Отверзи мне двери, открой мне дверь милости Твоей. Богородица, дверь небесная, отверзи нам двери милости Твоей. Образ дверей, это очень яркий образ, который в Писании очень часто изображается. Образ дверей открытых и образ дверей закрытых. Значит, есть закрытые двери в притче про десяти дев, когда они стучат, а им оттуда говорит, аминь, говорю вам, не знаю вас. Говорит, господи, господи, отверзи нам, аминь, глаголем, не знаю вас. Это кошмар. Когда двери закрылись, уже не откроются. В апокалипсисе говорится про Христа, что он имеет ключ Давидов. Если он закроет, никто не откроет. А если он откроет, никто не закроет. Так вот, Христос хочет нам открыть двери милости Своей. Но прежде чем нам откроет их, нам нужно постучаться в них. Нам нужно не просто, чтобы раз вздохнул и все получилось. Нам нужно доказать, что мы терпеливые, верующие. И постоять возле этих дверей, да постучаться подольше. Постучаться, постучаться, постучаться. Говорит, дай мне, дай мне, дай мне. Прости меня, прости меня, прости меня. Что, дай ему, дай ему, дай ему. Дай ей. Да не за себя, что только молиться нужно. Нужно стучать и за других. Дай ей, дай им, дай им. Прости его, прости ее, помилуй их. стучаться с молитвой в двери милосердия Божия. Если только мы как-то вспоминаем много разных литературных этих всех кусочков таких, у Тютчева есть такой стихотворительный «Наш век», и он там пишет про безбожного человека. «Неверием, полим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит». А вере тоже ведь надо просить. Господи, предложи нам веру, говорили апостолы, дай мне, научи нас молиться, просили апостола, и так далее. И там последний астрофал этого стихотворения, он говорит, «Не скажет век с молитвой и слезой, сколь не стоит перед закрытой дверью, пусти на нее, верю, Боже мой, приди на помощь моему не верю». То есть перед закрытыми дверями стоит и понимает, что погибает, а в дверь таки не стукнет. А надо стоять и стучать, и так нужно просить, искать и стучать. Это три повелительных глагола ободряющих, которые даются человеку. За детей переживаешь? За детей проси. Что-то там в жизни хочешь добиться, например, освоить новую профессию, переехать с места на место. За кого-то переживаешь, чтобы кого-то Бог сохранил. Проси, себя ищи, милость Божию ищи. И стучи, стучи, стучи в двери милости Господней. Ну вот чем мы занимаемся на службах Божьих? Мы постоянно умножаем стук в небесные врата. Отсюда с земли на небо, как барабанной дробью, поднимаются наши прошения. Подай Господи, подай Господи, подай Господи. И действительно стучатся в двери милосердия Божия, отверзаются эти двери храма на небе, и оттуда с небес в ответ на наши просьбы приходит к нам кому-то здоровье, кому-то радостная мысль на сердце, кому-то прощение грехов, кому-то встреча с нужным человеком, кому-то другая любая благодать, которая приходит к нам оттуда, от Отца Света, от которого всяк дар совершен, сходя и свыше, от Отца Света, у которого нет перемены и приложения осенения. В общем, дорогие христиане, седьмая глава Евангелия от Матфея. Не суди, вынимай бревна из глаза и поможешь ближнему сучок вынуть из глаза. Не сиди, без толку, но ищи, стучи и проси. Всякий просящий получит, всякому стучащему откроет, всякий ищущий найдет. На этих высоких и ободряющих словах воплощенной истины Господа Иисуса Христа, который нас ни в чем не обманет. Как говорил московский чудот юродивый Максим, говорит, не ты его, ни он тебя не обманет. Ты от него не спрячешься, и он от тебя не убежит. И ты его не обманешь, и он тебя обманывать не хочет. Он нам говорит, что мы его... Вот нам сегодня его, так сказать, небесное учение. Будьте сильны, будьте в вере, будьте радостны, распрямите плечи, не думайте, что вам хуже всех, на самом деле нам лучше всех, тем, которые лучше нас, им хуже, чем нам. Живите правильно, Церковь Божию любите, и на каждый день смотрите, как на возможность чему-то новому научиться, что-то новое узнать, что-то новое приобрести. Какой-то грех себя слезою смыть, какой-то новый добродетель себе приобрести. В общем, у нас впереди еще много интересного. Если бы у нас даже было три часа жизни, как у разбойника на кресте, и то за три часа можно в рай войти. А у нас, я думаю, чуть-чуть побольше у каждого, чем три часа жизни. Живите радостно, имейте веру в Божию, и да не оставит ни вас, ни нас Христос Господь, Которому слава с Отцем и Святым Духом и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь.